Тамара Владимировна, Александр Тихонович, дорогие земляки. Сегодня у нас скорбный день. Сегодня годовщина гибели нашего земляка, уроженца села Садового, Дмитрия Александровича Анатольевна. Сегодня скорбный, но в то же время такой знаменательный и памятный день для нас всех. Потому что Дмитрий погиб, выполняя свой долг. Он поступил как солдат и погиб как солдат. В бою с терроризмом. И этот бой, к сожалению, продолжается и сегодня. Терроризм. Это сегодня необъявленная война России. Необъявленная война мира. В ней гибнут сотни, тысячи людей во всех уголках мира. Наша боль сегодня здесь наиболее значима, потому что мы все помним и знаем, каким был Дима. Сегодня мы вспоминаем его. Вспоминаем его светлую память. Вспоминаем, каким он был. Мы восхищаемся и гордимся, каким он был и остался. Мы приносим свои слова глубокой признательности и благодарности вам, дорогие наши Александр Тихонович, Тамара Владимировна. Вы воспитали достойного сына Отечества, воспитали достойного воина. Дмитрий был предан Родине и Отечеству и служил нашей Родине до самого последнего вздоха и погиб. Но сегодня, в этот день скорби, в то же самое время, чувство гордости переполняет нас. Потому что пока есть такие парни, как Дмитрий, наша Родина останется в веках свободной и независимой. Наши парни, те, кто придут ему на смену, те, кто встанут завтра вместо него на посту, они сохранят для нас главное. Сохранят мир и спокойствие в наших домах, в наших семьях. Сегодня, как никогда, подвиг Дмитрия Маковкина важен и ценен в первую очередь для вас. Молодые парни и девчонки. Те, кто сегодня делает свой жизненный выбор. Те, кто сегодня задумывается о том, что такое Родина для вас. Что такое родной дом. И его подвиг бесценен для нас всех, живущих. Потому что он является фактом беспримерного служения Отечеству. Сегодня мы все говорим о том, что никогда, никогда террористы, враги не покорят нас, пока у нас есть люди, достойные памяти Димы. В очередной раз, низко в пояс, я кланяюсь вам, дорогие родители. Я благодарен и признателен учителям. Тем, кто тоже внес в свою лепту формирование характера нашего земляка. И мы говорим и заверяем Диму, который там смотрит и знает, что мы с ним. Что мы будем достойны его памяти. И защитим нашу Родину от любого посетительства. Слово для приветствия предоставляется выпускнику Садовской школы номер 2, руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.